Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан с последними значимыми событиями. Вас ознакомят мои коллеги и я была Ахмедова. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Жизнь без ограничений. Дагенерго объявил о завершении плановых отключений света в Махачкале с 1 марта. Об этом смотрите вначале. Тепло, ветрено и без осадков. О том, какая погода нас ожидает на март, узнавали наши корреспонденты. Заступились за дядю, получили срок. Два брата, жители Махачкалы, подозреваются в покушении на убийство. Подробности в выпуске. Успеть на святые земли. Сдать документы для совершения хаджа теперь можно будет до 15 апреля. Начинаем весеннюю пару с хороших новостей. Дагенерго объявила завершение плановых отключений электроэнергии в Махачкале с 1 марта. Отсутствие света в домах жителей столицы и пригородных поселков было связано с ремонтом на 22 самых проблемных линиях электропередач. По этой же причине на официальных аккаунтах компании ежедневно публиковались графики плановых ограничений. Теперь, как отмечают в филиале, возможно лишь кратковременное отключение из-за работ по неотложным заявкам потребителей или аварии в сетях. Отдельный повод для радости появился у жителей Семендера. Здесь специалисты филиала Дагенерго заменили старый трансформатор на более надежный и мощный. Теперь без перебойным электроснабжением обеспечены еще свыше 200 потребителей. В Махачкале ветер юго-восточный до 10 метров в секунду и 7 градусов тепла. Именно такой погодой жители столицы встретили начало весны. В целом прогноз на этот месяц следующий – будет тепло и сухо. Температура воздуха установилась выше климатической нормы на 2-3 градуса. Осадков не ожидается. Однако терпением запастись все же стоит. Сильные порывы будут беспокоить вплоть до 10 марта. Ветер ослабнет, будет в пределах 5-6, ну такой характерный, спокойный. Погода станет чуть теплее. Сейчас в первой декаде температура в Приморской зоне, в Махачкале, дневник температура поднимается до 13-14 градусов, а в горных долинах до 15-16. Правда, ночные температуры в Махачкале и Приморской зоне плюсовые, там 5-6, но в горах они, конечно, еще отрицательнее, от минус 2 до нуля. И к другим темам. Два брата, жители Махачкалы, задержаны после перестрелки в Унсукульском районе, которая произошла 27 февраля. Это молодые люди 23 и 24 лет, сообщает Следственный комитет республики. Правоохранители подозревают их в покушении на убийство, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия. Напомним, что речь идет о перестрелке в поселке Временной, участниками которой стали 4 человека. Причиной конфликта послужило то, что двое из них избили своего односельчанина, дядю молодых людей. Племянники решили отомстить за родственника и встретились с его обидчиками. Между ними произошла драка, переросшая в хаотичную стрельбу. Память героев-пограничников, погибших после нападения банды Руслана Гелаева, почтили в селе Бишта. Ровно 20 лет назад Абдулхали Курбанов и Мухтар Сулейманов прекратили кровавый путь известной тогда банд-группы. Чеченский полевой командир Руслан Гелаев был уничтожен в перестрелке. Погибли в противостоянии и сами пограничники. Оба они похоронены в Цунтинском районе, где родились и жили до службы в армии. Затем по контракту работали в погранслужбе Хунзахского района. На центральной площади Махачкалы торжественно открыли год Сулеймана Стальского. Празднование посвящено 155-летию со дня рождения народного поэта Дагестана. Портреты Великого Ашуга, чтение стихов, песни на языках народов республики и национальные танцы. Программа мероприятия оказалась яркой и насыщенной. Хочу поздравить вас с этим замечательным событием. И недаром оно открывается в первый день весны. Потому что и Сулейман Стальский родился весной. И весь его характер, вся его жизнь, вся его поэзия – это вот такая же весенняя яростная погода. Это такой же ветер, ветер освежающий, ветер революции, ветер новой жизни. И стихи Сулеймана Стальского всегда были о народе, о правде, о справедливости. В Дагестане и за его пределами запланирован большой блок мероприятий, посвященный юбилею поэта. Готовятся новые театральные постановки по произведениям Сулеймана Стальского, библиотечные и фольклорные фестивали, выставочные и разноформатные проекты в учреждениях культуры. В Махачкале преобразили набережную «Лунный берег», сообщает пресс-служба столичной мэрии. Здесь посадили новые деревья, построили детскую площадку, вдоль всех дорожек установили фонари для комфортного нахождения в ночное время суток, а также скамейки и урны. На данной локации появились места для отдыха, лежаки и игровые снаряды. Благоустроили пляж по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Сдать документы для совершения паломничества теперь можно будет до 15 апреля. Об этом сообщает «Хаджи. Миссия. Россия». Это удалось благодаря переговорам российской стороны с руководством Министерства Хаджи и Умры Саудовской Аравии. Отметим, что первые вылеты на святые земли запланированы в конце мая. Всего из Дагестана в этом году отправится порядка 10 тысяч человек. Организацией паломничества будет заниматься компанией «Марва Тур». 120 детей получили новые велосипеды, еще 200 – денежное вознаграждение. В Кизельюсе подвели итоги первого этапа марафона – 40 утренних намазов вместе с мамом. В акции приняли участие около 400 ребят. Цель мероприятия – воспитать смелых и мужественных дагестанцев, которые будут любить свою религию и родину. По итогам первого этапа среди участников марафона для вручения подарков провели жеребьевку. Призовой фонд составил более полутора миллионов рублей. Каждый из ребят также был удостоен диплома. Дети, которые смогли 40 дней подряд совершить утренний намаз вместе с имамом. Огромная благодарность их родителям за то, что они будили на утренний намаз, провожали их. И к новостям спорта. Футболисты «Динамо» начинают весеннюю часть сезона. Матч 21-го тура Первой лиги российского футбола клуб из Дагестана проведет в гостях. Соперник – саратовский «Сокол». Встреча команд состоится 2 марта на стадионе «Локомотив». Напомним, «Динамо» – лидер турнирной таблицы лиги. «Сокол» подходит к игре на 16-м месте. Призовой фонд в размере 100 тысяч рублей разыграли волейболисты из Чародинского района. В Махачкале прошел турнир в честь героев СВО, кавалеров четырех орденов мужества – Шамиля Абдулхаликова и Магомеда Ибрагимова. Лучше других себя в этот день проявила команда молодежи «Села Магар». Выиграв на предварительной стадии три встречи в финале, они одолели команду «Кучбар» – «Багину». Победители получили денежные призы, а также кубок и медали. Организаторы отметили и самых успешных игроков в четырех индивидуальных номинациях. Так лучшим признали Магомеда Ярбилова. На этом наш выпуск подошел к концу. Для вас в студии работала была Ахмедова. Приятных вам выходных и хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин